Если вы любите кататься на вашем велосипеде, то вы также любите это делать седлом, чаще всего. И было бы вообще круто, если бы это седло было удобным, чтобы на нем было удобно сидеть и долго крутить педали. Я ездил на всяких седлах разного происхождения. Одни седла я покупал на Алиэкспрессе или с локальных интернет-магазинов, другие доставались очередным купленным велосипедом, третий я находил на мусорке. Таким образом, самое дешевое седло, которое у меня есть, это реплика Сан Марка, которую я нашел на мусорке, то есть оно обошлось мне где-то в 0 гривен. А самое дорогое это Брукс Кэмбиум С15 и оно обошлось мне почти в 90 евро. Я предлагаю сравнить эти два седла, как бы безумно это ни звучало, и поделиться с вами своим экспириенсом. Стоит ли вообще переплачивать за Брукс и чем он хуже седла с мусорки. Итак, седло с мусорки Сан Марка. Я нашел его на карбоновой раме, которую также выкинули на мусорку вместе с задним колесом. Люблю, знаете ли, мусорки в Европе. По различным надписям выяснилось, что эта модель называется Aspite FX Carbon, но происхождение данного седла мне, конечно же, неизвестно, так что думай о нос Алиэкспресса. У седла этого карбоновые рельсы, а потому весит оно всего 140 грамм. И это, конечно же, очень малый вес для седла. Также я был весьма приятно удивлен тому, как это седло гасит вибрации с брусчатки, например. Подсидел у меня тоже карбоновый, и я так понимаю, что часть вибрации гасится и им. Но я прям чувствую, как вся рама подо мной вибрирует, и при этом само седло практически ничего не отдается. Это прям вау, и, конечно, лайк за карбоновые рельсы. Ну и вообще на седле сидится достаточно удобно, если бы не одно очень существенное «но». Вот эти вот кромки по обе стороны седла недостаточно завернуты к низу, а поэтому уже после 20 километров они зверски впиваются в мои ляжки с внутренней стороны и пережимают весь кровоток. Ляхи начинают неметь, что, конечно же, неприятно, а возможно даже и вредно. У меня еще никогда не было такого, чтобы вот так вот в ляжке седло давило именно с внутренней стороны. Обычно ощущение дискомфорта застает именно где-то в районе промежности. Я понимаю, что у всех разная жопа и разные ляхи, а поэтому, возможно, кому-то это седло будет ок, но точно не мне. Подытожим. Бомж седло с мусорки. Хорошее поглощение вибраций, малый вес, абсолютная нетерпимость к вашим ляжкам. Ну или моим. Брукс Брукс – это, пожалуй, самое известное седло в велосипедном мире. Это даже некоторая секта свидетелей Брукса. И седло – это, правда, очень удобное. Пожалуй, самое удобное седло, на котором мне когда-либо доводилось ездить. Но давайте об этом чуть поподробнее. Конкретно у меня версия Cambium C15 Carved. Вес у него, прошу прощения, 440 грамм. По моим весам это почти в 4 раза больше, чем китайский San Marco. Но давайте попытаемся об этом не думать. Мы же здесь с вами и не гонщики, ведь так? И тем не менее, такой вес ощутимо больше, чем вес среднестатистического спортивного велоседла. Но зато, божечки, как моя жопа радуется этому седлу. Многочасовые поездки даются на ура. Ничто нигде не затекает и не трет. После первой поездки на нем, на следующий день, когда я опять на него сел, было несколько болезненные ощущения в тазовых костях. Но более опытные велосипедисты мне подсказали, что это период адаптации, неприятные ощущения пройдут. И таки да, они прошли довольно быстро и больше не возвращались. Если вы рветесь написать в комментарии, что кожаный Брукс лучше, то я вам охотно верю. Ну, во-первых, кожаный Брукс еще тяжелее, чем резиновый. А во-вторых, он кожаный. А в Амстердаме дождь идет 220 дней в году. И вода это не самый хороший компаньон для кожаных седел, которым свойственно деформироваться при обильном воздействии влаги. Проезжая по той самой брукс, я заметил, что Брукс, который имеет стальные рельсы, в отличие от паленого Сан-Марка, вибрации не гасит, а скорее смягчает. То есть ощущения получаются более пружинящие. И я как бы чуть больше подпрыгиваю на седле, чем это было на карбоне. Но это очень частный случай с одной конкретной брусчаткой. Я думаю, более серьезные ямы и дорожные неровности будут лучше смягчаться именно сталью, нежели карбоном. И вот еду я так, еду на Бруксе, кайфую ежи. А потом приезжаю домой, снимаю свои штаны и смотрю туда, там, где штаны терлись с Брукса. Мы скупаем, мужская слеза скатывается по моему обветренному лицу в память о моих новых спортивках. Брукс почему-то посчитал, что это будет охуенная идея сделать. Супер шершавая, как наждачка покрытия на седле, которая просто отлично продирает штаны. И при этом они даже позиционируют камбиум, как седло для комьюта. Ну вот почему нельзя было его сделать чуть более гладким? Вот зацените, что стало со штанами за всего одну двухчасовую поездку. Это как-то вообще не круто. То есть это не только самое удобное, но и самое шершавое седло, на котором я ездил. Я видел несколько негативных обзоров на ютубе на камбиум, и люди в основном жаловались на то, что на нем неудобно ездить. И мне кажется, это потому, что размер седла был подобран неправильно. А возможно, какая-то другая причина тоже есть. Но почему-то никто не сказал про шершавое покрытие седла. А проблема эта известна, и Reddit полон тредов со штанами, которые продырявил Брукс. И возможно, для кого-то, кто ездит на велосипеде только по выходным, или только на дальники, и надевает специальную велоформу, которую надевают только для езды на велосипеде, это вообще не проблема. Ну и для меня, человека, который ездит на велике в магазин, в офис, в обычной повседневной одежде, это просто пипец какой важный, фактор. И именно поэтому я все еще ищу свое идеальное седло, чем, к сожалению, не стал ни Брукс, ни карбоновый Сан-Марко с помойки. И, конечно же, я буду благодарен, если вы мне посоветуете седло в комментариях. Я знаю, многие хвалят седла Физик, и одно из них уже даже едет ко мне. Но, возможно, вы знаете какие-то другие седла, от которых у вас жопа не болит, а промежность не затекает. И, как всегда, катайтесь на велосипеде и берегите жопу.